И первая игра в нашем списке – нашумевшая Tron & Liberty, которая вышла в Корее в прошлом году, активно хайпала в конце этого года и уже успела собрать вокруг себя парочку скандалов. В Европе издают игру компания Amazon Games и состоится это, с их слов, в первой половине 2024 года. Должно было быть ещё в прошлом году, но они решили перенести и ещё лучше доделать игру. Напомню, что изначально TL была типичной мобильной MMORPG а-ля клон Laneige 2 Mobile, но после нескольких тестов, которые не понравились европейским игрокам, игру почти полностью переделали, убрали автобой, автоквестинг, автобег и ещё кучу разных механик, которые были привязаны к автобою. Сейчас игра в Корее обновляется каждую неделю и, надеюсь, именно самая новая обновлённая версия до нас и дойдёт. А ещё недавно была новая, что из 21 открытого в Корее сервера останется 10, то есть произойдёт слияние серверов. На этот счёт у людей есть две версии. Первая, что европейские и американские игроки зашли в Корею, поиграли и бросили, а вторая версия, что в Корее игра не сыскала должной популярности. Небольшая интеграция и продолжим. Сегодня я рекомендую вам Forsaken World, старую добрую MMORPG от создателей Perfect World на классическом обновлении. Сервер Forsaken World Vega был открыт в декабре 2023 года. Его онлайн растёт с каждым днём, так что вы легко найдёте себе компанию. В игре присутствует 6 раз и 8 классов, каждый из которых нужен и обладает уникальными механиками. Есть множество увлекательных ПВЕ-событий, ПВП-арена, сражения между гильдиями за боссов и территория. Регулярно проводится множество игровых ивентов и конкурсов с ценными наградами. Присутствуют реферальные системы и подарки новичкам. Хотите поностальгировать? Переходите по моей ссылке в описании и регистрируйтесь. Вторая MMORPG в нашем списке это ROM Remember of Majesty. Тест игры пройдёт с 23 по 25 января в странах Азии и, что интересно, Казахстане. По геймплейным видео и по презентациям от разработчиков можно видеть, что игра весьма посредственная и чем-то похожа на Lineage 2 Mobile. На презентации игры нам, как всегда, налили воды, навешали лапши на уши о том, что это самая замечательная игра в мире, что в ней очень классные игровые механики и то, что они решили не делать ультра-современную графику, а сосредоточиться на геймплее. Посмотрели мы геймплей, геймплей посредственный. Они явно зря на нём сосредоточились, лучше проработали всё остальное. По сути, игра пустышка, вряд ли в ней будет что-то новое, что нам действительно понравится. Релиз намечен на первый квартал 2024 года и игра будет то ли чисто телефонная, то ли кроссплатформенная. Посмотрим. Третья игра в нашем списке – Odin Valhalla Rising. Игра вышла три года назад и тогда была поистине самой ожидаемой игрой. Сейчас её сервера есть уже в каждой стране Азии, но в конце прошлого года в финансовых отчётах разработчиков появилась информация, что эту игру хотят выпустить в начале 2024 года. Состоится именно глобальный релиз и уже тогда, надеюсь, мы с вами сможем в неё поиграть без всяких VPN-сервисов и прочих костылей. Конечно, игра хоть и похожа по механикам на Lineage 2 Mobile, там есть карточки персонажей, есть автобег и автобой, но в ней, на мой взгляд, более лояльные механики к простым игрокам, то есть многие карточки можно получить бесплатно игровым путём, а также, на мой взгляд, довольно приятная реалистичная графика в стиле скандинавского фэнтези. Четвёртая игра, которую жду лично я – это Legend of U-Mir. Жду я её, потому что в своё время очень любил игру Мир 4, в которой мне принесла не только удовольствие от игры, но и позволила заработать какое-то количество долларов. С тех пор ни одна следующая игра от этих разработчиков не смогла повторить успех Мир 4. Но есть надежда на этот проект, потому что в нём, со слов разработчиков, они постараются реализовать весь свой накопленный опыт и все те понравившиеся нам игровые механики, которые мы встречали в прошлых проектах. Опять же, когда этот проект выйдет, в нём тоже будет крипта, как и в Мир 4. Игра делается на новом движке Unreal Engine 5, да ещё и в стиле скандинавской мифологии. В общем, у меня на неё есть большие надежды. Точной даты релиза пока нет, но состоится он где-то в начале 2024 года. MMORPG Night Cross вышла в прошлом году в Корее и получилась абсолютно посредственной. На старте у неё были дикие проблемы с оптимизацией, жуткие лаги, фризы и всё тому подобное. Сама игра представляет из себя типичную корейскую мобильную MMORPG, но с возможностью кроссплатформы, то есть возможностью играть с компьютера. Сейчас ожидается глобальный релиз, и на глобале у нас, конечно же, будет крипта, как и в Legend of U.M.E.R., потому что эта игра спонсируется разработчиками V-Mate. Предрега начинается 11 января, и обычный релиз должен быть через 1-2 месяца, если не начнут переносить, как другие разработчики. Шестое место. Tarisland. Самая ожидаемая MMORPG, которая должна была перевернуть индустрию с ног на голову. Но чудо не случилось. Прошёл сначала первый тест, который вызвал вау-эффект, и было много положительных отзывов. Затем прошёл второй тест, который был весьма посредственным и уже не сыскал такой славы, как прошлый. Да ещё и разработчики переобулись, обещая нам изначальную игру без доната и рекламируя эту фишку на каждом углу. А потом тихонечко потёрли упоминание об отсутствии доната в игре со всех своих соцсетей и со своего сайта, добавив донат на втором тесте. Лично мне на втором тесте было играть достаточно скучно. Слишком уж много было ограничений, которые хотелось перешагнуть. Да и новых механик по сравнению с первым тестом особо и не добавилось. Конечно, разрабы до сих пор в Дискорде пишут, что они активно дорабатывают игру. Опять же, добавили новый класс. Обещаю, что к релизу у нас будет выбор пола, которого до сих пор нет на тестах. Но, честно говоря, им уже с трудом верится, потому что изначально релиз должен был быть в конце 23-го года, но потом его перенесли на начало 2024-го. Perfect New World. Самое спорное ММО, по которой было очень много трейлеров с пустыми, но красивыми локациями. Нам показали несколько классов, которые плюс-минус похожи на классы из ПВшки. Нам показали много красивого пустого открытого мира. И некоторые механики боевки, похожие чем-то на смесь привычной нам таргетной боевки и комбо ударов из БНС. А на этом всё. И вроде как нам обещали, с одной стороны, полноценную масштабную ММО-РПГ, где будет много людей, много классов и много контента. А с другой стороны, показали очень мало этого самого контента в виде простых данжей, где надо пройти квесты как в каком-нибудь геншин импакте и приручении нескольких фамильяров. Тем не менее, релиз этой ММО-РПГ должен состояться в этом году на ПК и консолях. Блю Протокол. Ещё одна спорная ММО-РПГ, которая за годы разработки так и не смогла определиться, что же она такое. Изначально я её реально ждал. Рисовка была отличная. Вот реально отличная, как будто это аниме-сериал, а не игра. Но то они делают чисто ПВЕ проект, то у них аналог геншина, то очередная мобильная линейка, то чёрти пойми что. В итоге, после всех тестов выяснилось, что там мало контента. И даже в Японии, где уже вышла игра, она не особо-то всем и зашла. Из-за чего глобальный релиз перенесли на 2024 год, обещая доработать игру до стандартов европейских игроков. Но релиз состоится на ПК и консолях. RF Online Next. Попытка сыграть на ностальгии. Много чего обещали, мехи, роботы, всё как раньше, всё как в далёкие годы. Но скорее всего будет очередной аналог Lineage 2 Mobile. Потому что по трейлерам, которые мы видели, а ждать чего-то большего от неё вряд ли стоит. Игра будет кроссплатформенная, то есть мобилка и компьютеры. А релиз намечен на 2024 год. Точной даты, к сожалению, пока не называется. Десятое место в нашем списке это MMORPG Core Punk, которую я очень ждал в начале, как только появились по ней анонсы, но чем дольше время шло, тем больше она куда-то уходила в забытиё. Очень любопытный проект, выход которого сильно затянулся. В конце прошлого года начались активные тесты игры. Смотрится игра неплохо, пока похожа на некую смесь Albion Online и Warcraft. Также, со слов разработчиков, после долгого затишья и после нескольких тестов, которые в начале этого года должны быть массовыми и доступными для всех, они хотят выпустить игру уже в этом году. Надеюсь, чудо случится, и они всё-таки выпустят эту игру, потому что уж очень хочется её пощупать и посмотреть, что же там получилось. Есть ещё, конечно, куча MMORPG, даты которых не подтверждены или которые явно перенесут на следующий год, несмотря на обещания разработчиков на очередных игровых выставках. Например, Ashes of Creation. Тут вы и сами всё понимаете. Люди собирают бабки на платные входы в игру, и такими темпами игра может разрабатываться ещё очень много-много лет. Может быть, её релиз увидят только ваши внуки. Arche H2. Делают, честно говоря, какую-то муть. Хотят угодить европейским игрокам сделать больше ПВЕ-контента и убрав фракционные войны, которые и были фишкой прошлой версии. Опять же, на игровых выставках обещают выпустить её уже в этом году, но судя по тому, что они делают, вряд ли это случится. Chrono Odyssey. Красивая, что-то где-то делается, смотрится классно, классные синематики, но пока кормят обещаниями. Squinfall. Та же ситуация. Красиво, новый движок, какие-то странные механики, смотрится всё местами хорошо, местами плохо, но чего ожидать и когда ждать, непонятно. Ну и Crimson Desert, который уже много раз переносили, то у них полноценная MMORPG, то у них соло-проект, то у них снова аналог Геншина, то сейчас пойми хрен, что они там делают. Так что не факт, что игра вообще выйдет в этом году. В любом случае, будет во что поиграть. А вы подписывайтесь на канал, ставьте лайки и бахайте в колокол. С вами был Террион, всем пока. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!